Новый этап в жизни. Выпускники уже знают о результатах ЕГЭ по всем дисциплинам и начали подавать документы в высшие учебные заведения. Об отличившихся выпускниках 2021 года, о приемной комиссии в местных учебных заведениях и окружной поддержке студентов в сюжете моей коллеги Катрины Тайбарей. Позади экзамены, результаты ЕГЭ известны. Начинается новый этап в жизни для более 780 выпускников 11-9 классов Нинецкого округа. Отличившиеся своими знаниями на ЕГЭ выпускники школ поделились своими планами на будущее. Ирина Попова благодаря упорному труду и ежедневным занятиям набрала 100 баллов по обществознанию и 96 баллов по истории. Девушка планирует поступать в Санкт-Петербург на факультет политологии и истории. Я обнаружила все свои пробелы и начала их постепенно, систематически заполнять. Занималась я каждый день, без перерывов и выходных. Не лениться, это самое главное. Ну и, наверное, регулярность – залог успеха. В любых занятиях, я считаю, в любой подготовке регулярность – это залог успеха. Если вы составите четкий график, четкий план, по которому вы будете заниматься, то, скорее всего, если вы будете ему следовать, то успех вас ждет. Дарья Чеснейшина и Алиса Мирзоева стали лучшими в округе по русскому языку. Упускницы первой школы набрали по 98 баллов. Алиса уже отправилась подавать документы в УЗ своей мечты. Дарья Чеснейшина готовилась к экзаменам с помощью репетиторов и онлайн-школы. На протяжении всей учебы в школе была хорошисткой. Девушка подала документы в Северно-Арктический федеральный университет сразу на три направления. Подала документы в САФУ, ну и, в принципе, другие города я не рассматриваю. Я подала на три направления документы и все. Я хотела поступать на целевое обучение, но, к сожалению, по этому направлению его нет. Полина Чупракова – юный литературовед. Единый государственный экзамен девушка сдавала по литературе, русскому и английскому языку и обществознанию. На экзаменах волнение присутствовало, но, тем не менее, Полина с ним справилась. И благодаря отличному знанию литературы заслуженно заработала свои 87 баллов и стала лучшей в округе по этому предмету. Вначале я переживала немного, все равно волнение было, но потом, когда нам уже выдавали работы, я успокоилась, поняла, что нужно сосредоточиться на работе. И уже была погружена в процесс, и волнение ушло. Помимо высших учебных заведений, многие студенты выбирают среднее профессиональное образование на базе 9-11 классов. Ниенский аграрно-экономический техникум в этом году принимает абитуриентов на следующие специальности. Защита в чрезвычайных ситуациях, ветеринария, экономика и бухгалтерский учет, право и организация социального обеспечения. Подано уже 114 заявлений. Отметим, что на специальности защита в чрезвычайных ситуациях и экономика и бухгалтерский учет количество поданных заявлений значительно превышает квоту. В социально-гуманитарном колледже, помимо педагогических специальностей, также идет набор на сетевое и системное администрирование и финансы. На сегодняшний день документы подали уже 66 человек. В настоящее время особо ценятся прикладные специальности. В Ненинском профессиональном училище также рады приветствовать абитуриентов. На будущий учебный год открыт набор на машиниста дорожных и строительных машин, мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей, повара-кондитера. Уже 88 абитуриентов подали заявление. Особенно в учебном заведении ждут ребят из сел округа. Приемная комиссия в этом году продлится до 15 августа. Ребята с удовольствием идут. Ребята хотят с удовольствием получить среднепрофессиональное образование, идти работать. Из всех профессий две входят в топ-50 востребованных и в России, и у нас в регионе. И надеемся, что придут достаточно хорошие, сильные ребята. На непростом этапе жизни молодым людям особенно нужна поддержка. В том числе и поддержка государства. Напомним, что Департамент образования, культуры и спорта предлагает заключить договор о целевом обучении. В настоящее время шесть абитуриентов решили воспользоваться этой возможностью. Как отметили в профильном департаменте, выпускники Ненецкого округа справились с сдачей ЕГЭ неплохо. По средним баллам ЕГЭ, наверное, целую разбивку мы можем дать официально. Хочу отметить, именно по русскому языку у нас в регионе примерно по среднему баллу получилось 66,6%. Самый высокий балл набрал выпускник 98. Но также хочу отметить, что по обществознанию и по химии в этом году у нас два человека набрали 100 баллов. Всю интересующую информацию о вакантных местах в среднепрофессиональных образовательных учреждениях можно узнать на сайтах СУЗов. Подробнее о мерах поддержки студентов Ненецкого округа можно узнать в Окружном департаменте образования, культуры и спорта.